Сегодня о проблеме загрязнения окружающей среды не говорит разве что ленивы. Защитники природы бьют тревогу, привлекая внимание к количеству пластика в мировом океане. Ученые предупреждают, если отношение людей к утилизации отходов не изменится, то экологической катастрофы не избежать. Только в Казахстане накопилось мусора, которым можно заполнить 42 футбольных поля. Действительно ли ситуация настолько угрожающая? Научимся ли мы сортировать мусор и возможно ли превратить отходы в доходы? Выясним в очередном выпуске. Миф первый. Одна пластиковая бутылка не повлияет на количество мусора. Сегодня все больше людей начинают вести экологически осознанный образ жизни. Отказываются от полиэтиленовых пакетов в пользу хлопковой сумки. А за кофе ходят с собственной кружкой, но их единицы. Основная же масса по-прежнему наивно полагает, что одна выброшенная баклажка ситуацию не усугубит. Каждую минуту в мире покупается более миллиона пластиковых бутылок. На производство этого объема уходит около 17 миллионов баррелей нефти, а это почти 3 миллиарда литров. Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластиковых отбросов. За последние 70 лет человечеством произведено 8 миллиардов тонн пластика. Столько весят 80 миллионов самых больших животных на планете – синих китов. Совсем отказаться от пластика современный человек уже не сможет, но можно его разумно использовать, призывают специалисты. И тут каждый должен начать с себя. Для этих целей мы даже во всех контейнерных площадках предусмотрели, поставили специальные так желтые контейнера. По городу везде, во всех контейнерных площадках она присутствует. Его забирает отдельная машина, обслуживают отдельные люди, чтобы отдельно сортировать вторсырье для повторной переработки. Но, к сожалению, опыт показывает, что люди пока наши не готовы сортировать отдельно свои отходы. Несколько фактов о пластиковой бутылке. В среднем 90% от стоимости бутилированной воды составляет стоимость пластиковой бутылки. Для изготовления одного мужского пиджака требуется всего 25 переработанных пластиковых бутылок. Мощность, полученная из переработанной одной пластиковой бутылки, достаточно для освещения лампы в 60 ватт в течение 6 часов. МИФ 2. Казахстанский мусор введен из космоса. Из-за низкой экологической культуры количество мусора в стране увеличивается из года в год. По данным Министерства экологии, на конец 2019 года в Казахстане накоплено 120 миллионов тонн отходов. Обнаружить стихийные свалки, которые растут как грибы после дождя, помогают космические спутники. Действительно так, получается, мы используем космические снимки, как я уже сказала, высокого разрешения. И свалки не санкционированы вокруг всех населенных городов. Мы их видим, определяем, отмечаем и сотрудничаем с департаментами экологии. Космический мониторинг проводится с 2018 года. Тогда им было охвачено 16 городов, все областные центры и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шимкент. За последние два года в этот список вошли еще семь городов – Туркестан, Житысай, Сарагаш, Балхаш, Жизхазган, Семей и Лисаковск. При этом зона мониторинга распространяется на 40 и более чем на 50 километров от границ населенных пунктов. По итогам 2019 года, согласно мониторингу, выявлено 9229 несанкционированных свалок, из которых утилизированы 2590, что составляет 28%. Министерством совместно с местными исполнительными органами утверждены планы и график их ликвидации. После того, как на проблему обратил внимание президент страны, в Минэкологии намерены ликвидировать стихийные свалки уже до конца этого года. Но общественники уверены – болезнь лучше предупредить, чем лечить. Вот возьмем, например, снежный полигон. Акимат нанимает подрядчика на то, чтобы он привозил сюда снег. Подрядчик отработал, снег все вывезли, все хорошо. Весна пришла, снег растаял, остался мусор. Акимат нанимает подрядчика, чтобы он убрал этот мусор. Но подрядчик не будет платить теперь за полигон, за то, что мусор привезет к нему. Это опять Акимат будет платить. Получается, мы за прошлогодний снег платим три раза. В Казахстане 3200 полигонов и свалок. Экологическим и санитарным нормам соответствует всего 570 из них. Это 20% от общего числа. Экологическую угрозу представляют переполненные свалки. Сегодня при областных центрах насчитывается 20 полигонов, заполненных на 95%. Из-за неправильной эксплуатации в прошлом году зафиксировано более 20 случаев возгорания отходов. Чтобы сократить число отходов и сделать свалки менее опасными, с 2016 года на них запрещено захоронение ртуть, содержащих ламп и приборов, металла, батарей, электронных отходов. С 2019 года под запретом пластмасс, макуатура, стекло. А в 2021 году под запрет попадут строительные и пищевые отходы. Планируется лицензировать деятельность предприятий по вывозу и переработке отходов, а также в 10 раз увеличить штрафы за экологические нарушения. Пластиковая упаковка по сути уникальный продукт, который можно перерабатывать многократно и практически бесконечно. Главное условие – чистая тара и правильная сортировка. Цифры внутри треугольника на упаковке помогут определить, можно ли переработать пластик. А сокращение обозначает тип материала. Например, PP – полипропилен или GL – стекло. Пластиковые изделия с иконками 1, 2, 4 и 5 подлежат вторичной переработке. Маркировки 3 и 6 трудно утилизировать. Они вредны и лучше отказаться от них. Пластмассовые изделия с цифрой 7 вообще не подлежат переработке. На территории Республики Казахстан функционирует свыше 200 предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющий раздельный сбор, сортировку, переработку и утилизацию отходов. Этому поспособствовало внедрение механизма расширенных обязательств производителей, в рамках которого осуществляется компенсация переработчикам. Вместе с тем, по итогам 2019 года, процент переработки, доля переработки и утилизации отходов составила 14,9%. Всем известно, что пластик разлагается около 500 лет. Столько же могут прослужить и сами изделия из этого сырья, шутят переработчики. Они уже успели оценить выгоды бизнеса, где деньги делаются буквально из мусора. Приносит свою прибыль. Монетизация нашего проекта является конечной продукцией. То есть пластик населения, который приносит, оно бесплатно, они приносят, тем более в чистом виде. А конечную продукцию мы уже продаем через площадки, через онлайн-прощадки. Ежегодно в Казахстане образуется порядка 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Из 204 городов и районов страны раздельный сбор на разных этапах внедрен в 51, а сортировка в 30 населенных пунктах. Согласно концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике, к 2030 году доля переработки отходов в стране должна быть доведена до 40%, к 2050 году – до 50%. Однако не все так чисто в мусорном бизнесе. И дело не только в нежелании людей сортировать свои отходы. Предприниматели жалуются на отсутствие инфраструктуры и низкие тарифы. Эти тарифы были тогда, когда работали государства и коммунальные предприятия. В данный момент, когда в конкурентной среду это передано, то есть тарифы защитить для того, чтобы компании были рентабельными, для того, чтобы было возможность модернизировать свою оборудованную технику, не получается. Очень уж сложно утвердить тариф. Подведем итоги. При критических объемах мусора в стране и ничтожно низкой долей его переработки каждая пластиковая бутылка имеет большое значение в борьбе за чистоту. Стихийные свалки и горы отходов уже отчетливо видны на снимках, сделанных из космоса. Поэтому мусороперерабатывающие отрасли пророчат большие перспективы. Но для этого надо решить ряд комплексных вопросов по инфраструктуре, тарифам и субсидированию. Продолжение следует...